Какие-то, ну, не знаю, фильмы смотрел, как будто бы сериалы смотрел, они столько порассказывали, что я, ну, скажу, до сих пор, вот, жалко не было ни камеры, ни диктофона, так, чтобы записать, хотя бы, такие рассказы потрясающие, вот, об их жизни. Вот, и пусть Бог нас благословит в нашем погружении в Него. Некоторые верующие считают, что это разовое переживание принять Христа верой и все. Но Павел пишет уже верующим, принявшим Христа, чтобы принять Христа верою, чтобы они принимали Христа верою, что это действительно это погружение во Христа, ежедневное наше погружение в Него, ежедневное погружение и пропитывание им. И если не погружаешься, то выгружаешься. Одно из двух. Здесь вот такого, знаете ли, ну, диалектика, господа, вот, нет ничего такого статичного, замерзшего, однажды, навсегда в этом тварном мире. Который реальный, этот мир реальный, но не такой реальный, конечно, как реальный, реальный Божий мир, реальный, реальный ишей, Божий мир. Но в этом, в этом мире тварном, земном, в котором мы сейчас находимся, живем, то действительно все меняется, все течет и постоянно. И поэтому процесс в этом земном бытии, нашей жизни, нашей земной, погружение во Христа, погружение в Него и пропитывание им. И в основном оно совершается вот здесь. И вот здесь. Оно совершается нашим естеством, размышлением о Нем. Когда до рождения им еще Христа спрашивали мудрецов еврейских, опять-таки, этих двух школ, вот этих как раз школы Герель и школы Шамая. Они между собой эти школы спорили постоянно. Но был случай уникальный в истории этих школ, когда они пришли, они, обе эти школы, пришли к одному и тому же мнению. Это был потрясающий момент. Им задали вопрос, какой стих, как бы, в писаниях наших еврейских самый главный, основной, как бы, золотой стих. Найдите нам такой, как бы, золотой стих. Вот как вот у нас в новозаветных мерующих сейчас Иоанна 3.16, да, знаменитая. Вот, какой стих открывает всю Тору, пророков, все писания еврейские. И самое интересное, обе школы нашли этот стих в самой странной книге Библии. Она называется Шир-да-Ширин. Песня песней. В книге всех книг есть песня всех песней. Это песня любви. Она странна тем, что в этой книге нет имени Всевышнего Бога вообще. Если в книге Эсфири хотя бы есть образ имени, будем так говорить, можно как-то хотя бы прообраз увидеть, то здесь, вот это вот то, что мы называем тетрограмматом, да, вот именно Иод Хей-Вах-Хей, Яхва или Иегова, имени Всевышнего Бога нет там, в этом сборнике, в этой книге. Поэтому ее считали странной, эту книгу. Это песня песней. И мудрецы этих школ, не сговариваясь, указали на один и тот же стих. То есть в книге всех книг есть песни всех песней, а в ней есть стих всех стихов. И они сказали так. Оригинально он звучит таким образом. А они, то есть я, они, ле-до-ди, ле-до-ди ли. Я принадлежу моему возлюбленному, пишет переводчик синодальный, возлюбленный мой мне. Но при всем уважении к переводчикам этим синодальным, или как порой в семинариях еще смеялись, ребята, как раз в 87-88 годы в Москве, в Загорске, я впервые услышал такое выражение. Сильно дальний перевод. А потом то же самое я услышал в Ленинграде. Уже приезжал в Ленинград. На счет Александра Дьяскула тогда, в 87-й год, на занятия попадал к Архимандриту... Ушел в вечности так давно, как он... Иануарий. Еще я подразнию, отец Иануарий. Да-да-да, точно. Архимандрит Иануарий. Тогда он был и губен, по-моему, не помню уж даже. Но одним словом, значит... А он был знаток в описании. Ну, в Советском Союзе ни много ни мало, лучше знаток был греческого текста вообще. Греческого языка. Вот. В Академии наук СССР перед ним снимали шляпу. Как говорится, лингвисты. Академики старые, советские. То есть, как бы это о многом говорит. Вот так вот, значит, и потом зналито подсрочник греческого Нового Завета. Это же его детище, собственно. Вот. То есть, он был, на самом деле, один из рельчайших случаев, который вот я наблюдал в традиционном православии. Именно человека, знавшего Писание очень хорошо. Он жил в этих Писаниях просто. Вот. Вот это потрясающе был человек, конечно. Я много очень прочеркну. Но тоже я услышал такие вот эти выражения. Сильно дальний. Странно очень, думаю. А оказывается, вот это вот ле-до-ди, ле-до-ди, оказывается буквально, ну, до-ди, понятно, да? Ну, кто знает еврейский немного, хотя бы слышал хотя бы какие-то слова, имеется в виду, что я полностью в нем, он полностью во мне. Без остатку он мне принадлежит, я ему без остатка полностью принадлежу. Я растворился в нем, он растворился в... То есть там слишком, конечно, большой перевод, если буквально переводить. Это надо десятки предложений. Некоторые слова...